1 октября 1949 года на мировой карте появилась новая страна – Китайская Народная Республика. Уже на следующий день руководство Советского Союза первым признало существование нового государства. Так начались долгие взаимовыгодные отношения между двумя странами. Несмотря на то, что Советский Союз прекратил свое существование, сотрудничество России и КНР продолжается. Уже 71 год мир знает о дружбе двух держав – России и КНР. По словам экспертов, в будущем отношения между странами будут только развиваться. Они будут развиваться, возможно будут расширяться, потому что здесь действительно вот этот предел роста еще не достигнут. Я думаю, что впереди нас ждут новые проекты. Не стоит забывать, что помимо дружеских отношений между двумя странами налажено экономическое сотрудничество. Торговые отношения продолжают крепнуть, однако бытует мнение, что подобные отношения устраивают больше интереса скорее Китая, нежели России. Оба государства сотрудничают также в вопросах решений и других задач. Важность этих отношений заключается в том, что мы соседи. И у нас достаточно большая протяженность границ, и соответственно у нас достаточно много общих проблем, которые отсюда вытекают. Например, там и природа пользования, вопросы безопасности, и товарообмена, и гуманитарное сотрудничество, конечно, здесь же. Важность этих отношений в том, что мы все-таки экономические партнеры. И Россия в целом, и Татарстан здесь имеем очень хорошую базу для того, чтобы развивать вот эти вот все направления сотрудничества. Если речь зашла о взаимовыгодных отношениях, не стоит забывать и о научном сотрудничестве между двумя государствами. Очень важную роль в этом сыграли и вузы обеих стран. Казанский федеральный университет, можно сказать, выступает флагманом в развитии научного сотрудничества России и КНР. Университет сам по себе вносит большой вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и КНР. У нас реализуется ряд программ двойных дипломов. У нас есть удаленные подготовительные факультеты, которые работают на базе общеобразовательных организаций ряда провинций китайских. В настоящее время у нас различные формы направления сотрудничества реализуются с 39-ю научно-образовательными центром Китая. В сфере экономики, в сфере нефтегазовых технологий, в сфере медицины. Когда границы были открыты, китайские ученые, китайские руководители достаточно часто были гостями Казанского университета, мы их принимали. Ежегодно университет продолжает набирать все больше китайских студентов. Таким образом, в этом году количество китайских абитуриентов выросло в несколько раз. Вы знаете, что в настоящее время у нас обучается порядка 1200 студентов из Китая. Они учатся дистанционно, они, имея возможности показать их интересы, не очень, находясь здесь. Я хочу сказать, что и прием текущего рода показал достаточно большой интерес китайских студентов. Казанского университета у нас в настоящее время порядка 20% первого курса, принятого среди иностранных студентов, это студенты из Китая. Таким образом, КФУ не только улучшает отношения между Россией и Китаем, но и проторяет дорогу для новых проектов, которые в будущем, возможно, выдвинут науку и экономику обеих стран на новый уровень. Лев Диденко, Универ, Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...